Это будет тема на три воскресенья, и сегодня второе воскресенье с продолжением этой очень важной темы в нашей жизни, дорогие. Тема последнего раза, кто ее помнит, как она называлась, у нас в принципе были даже как бы домашние задания, узнать чуть-чуть больше нашего Бога, узнать чуть-чуть больше нашего Бога. И так называлась наша тема, да, мы должны знать Бога. И вторая часть этой темы называлась, Бог зависит от нас. Вы знаете, в церквях очень много времени учили, что мы зависим от Бога. Это правильно. Но в церквях что-то не учили до сих пор, что Бог зависит от нас. Но это опять-таки тоже правильно. Бог зависит от нас. Но мы должны это знать. Дорогие, мы думаем только, что мы зависим от Бога. И это полностью ставит нам в нашей жизни границы. Потому что зависимость Бога от нас, она не негативная. Она позитивная. Она проявляет, Бог хочет проявлять себя через нас в нашей жизни. И Он не может этого делать, если мы Ему это не разрешаем. И поэтому Он зависит от нас. Понимаете, родные? Это, как можно сказать, еще раз просто как пример, да? Если я подарю моему сыну хорошую машину, то проявится это в моем сыне только тогда, когда он поверит и поедет на этой машине. Понимаете? Итак, я зависим, в принципе, от моего сына. Чтобы моя сила, мое богатство проявилось, например, в среде его друзей. Потому что когда он поедет, тогда друзья его узнают, у тебя по правде влиятельный, состоятельный отец. И так, я, в принципе, в зависимости от моего сына, чтобы люди узнали меня. Это просто как пример. А Бог, Он Дух. И мы просто говорили, Он всевидящий, Он вездесущий. Да, и много моментов мы рассматривали в последний раз, но эти моменты проявляются в нашей жизни только тогда, когда мы Ему разрешаем в нас действовать. Эта проповедь была записана. Я ее еще раз поставлю на YouTube. И прошу вас, просто еще раз прослушайте. Это важные уроки в нашей жизни. Сегодня вторая часть. И она под названием Мы должны знать себя. И так, мы должны знать Бога. И мы должны знать себя. Для того, чтобы полностью все это вместе начало работать. Если я не знаю, кто я, то это большая проблема. Вы знаете, даже в школе маленьких ребят, посмотрите. Может даже первый класс, второй класс, третий класс. И почему-то всегда в каждом классе есть такие детки, над которыми все другие издеваются. Почему? Или же они особенные. И поэтому их за это ненавидят. Или же они не знают, кто они есть. У них сломанный характер. Они не могут постоять за себя. И поэтому их тоже опять-таки все долбят. И так, родные, очень важно знать, кто я. И поэтому важно знать мою позицию. И вторая часть, которую я сегодня назвал, это мы должны знать себя. Под заголовок, как и последний раз. И в третьей части будет тоже под заголовок. Это я назвал, когда Бог встречает другого Бога. Можно сказать, это громкая мысль, не правда? Но это очень важная мысль. Почему? Потому что если мы открываем, я сразу прочитаю, мы открываем Иоанна, 10 глава, 34-35 стих, то там Иисус цитирует Старого Завета и показывает нам точно, кто мы есть. Когда мы в Иоанна, 10 глава, 34-35 стих, Иисус ответил, разве в вашем законе не написано, я сказал, вы боги. Если богами названы те, кому было дано Слово Божие, описание не может быть упразднено. Амель. И так, что здесь говорит Библия? Это не я выдумал. Он говорит, те, кому я говорю мое Слово, я разговариваю с богами. Он говорит, а почему с богами? Потому что, если мы в начале Библии смотрим, он вдохнул дух свой. Это что он, с чем он поделился с человеком? Он поделился с человеком, с собой. И теперь он хочет разговаривать с человеком на равных. Он сотворил творение, которое просто как служит его славе. Но он сказал, я сделаю кого-то подобным мне. И поэтому он хочет разговаривать с нами, как со своим подобием. ты хочешь быть подобным, Бог. Вы знаете, родные, это наша идентификация. Если мы этого не понимаем, то мы над этим не работаем. Если я не понимаю, что я миллионер, то я не действую как миллионер, понимаете? Если я думаю, что я больной, то я действую как больной. Это просто закон, который записан в моем уме. То, что я сюда поселю, то будет в моей жизни проявляться. Раньше или позже это семя будет вырастать и проявляться. И поэтому этот подзаголовок на сегодня мы должны знать себя, называется «Когда Бог встречает другого Бога». Родные мои, Бог не может действовать, если я этого не хочу. Если я этого не хочу. Потому что Он встречается с следующим Богом, который говорит, у меня есть своя воля, и она противится твоей воле. Бог сегодня может действовать со зверями. Бог может действовать сегодня с природой и над природой. Но человек является Богом. Но человек является Богом. И если человек является Богом, то Богу приходится с Богом рассуждать на равный. Со оконтус, что Бог, с Богом, он в одной линии, он в одной линии. Аминь. Тяжело? Это немного сложный, не ли? Потому что это совсем новая мысль. Потому что это совсем новая мысль. Но это очень важно нам понять. Но это очень важно, чтобы мы этот Gedanken понимаем. Родные, нам надо понимать, что сегодня все на этой земле делается по нашей воле. Что сегодня все на этой земле делается по нашей воле. Есть очень много людей, которые смотрят и говорят, где Бог? Куда Он смотрит? Почему Он не действует? Почему Он не делает ничего? почему он это допускает есть даже другие люди которые говорят то что здесь в твоей жизни случилось это Бог допустил все горе которое пришло в жизнь твою пришло от Бога чтобы проверить тебя ты это допустил не Бог потому что ты Бог в твоей жизни и если ты не принимаешь Бога в твоей жизни то не обвиняй его в твоих проблемах вы понимаете насколько важна сегодняшняя мысль мы порой просто ленивые работать над собой ленивые развиваться дальше ленивые читать Библию и поэтому живем в чужих мыслях живем в чужих мыслях и так дорогие мы сейчас посмотрим дальше кто мы вообще являемся на этом свете первый пункт мы являемся наследниками управителями и духовными духовным начальствием на этой земле давайте мы откроем Галатам 4 глава 7 стих так что ты уже не раб а сын а если сын то Бог сделал тебя и наследником что нам говорит Павел здесь если ты уже не раб рабом ты был когда ты был связан с Сатаной рабом ты был когда ты в Едемском саду продался в Сатане но что-то в твоей жизни изменилось и кем Бог тебя сделал наследником и так родные первая очень важная мысль я наследник родные здесь включается очень часто религия и люди начинают говорить ну да мы наследники но наследник должен принять свое наследие аминь потому что наследники мы можем тоже сказать я наследник моих родителей я она наследник но в наследие мы еще войдем окончательно родные но мы сейчас уже живем в наследии я вам хочу показать очень важную мысль которая может даже еще важнее того наследия в которое мы входим потому что наследие которое живет в нашем ДНА оно уже действует сегодня и не зря люди говорят яблоко от ябла недалеко не падает почему потому что заметно кто отец кто мать не зря не зря смотрят на ребенка и говорят ты похож на того или на того почему потому что видно наследие и так родные мы не войдем в наследие мы живем в наследии с того момента когда мы заново рождены через Духа Святого мы полностью меняемся мы стаем новой креатурой и с этого момента мы несем в себе ДНА Бога и теперь Бог хочет считаться с тобой он хочет проявлять себя в твоей жизни но есть кто-то который пробует затуманить твой мозг обманом воздействовать на твое мнение для того чтобы оно говорило против Бога для того чтобы оно провозглашало болезнь а не исцеление проклятие а не благословение понимаете родные но Бог смотрит на тебя и он должен именно то исполнять что ты провозглашаешь потому что твое слово слово из Бога оно имеет силу оно птичка вылетело и должна сделать функцию ты творец и то что мы творим в том мы живем я к этому еще вернусь позже давайте мы еще раз посмотрим кто же мы такие Ефесянам 1 глава 11 стих в нем мы стали наследниками как это и было предопределенно замыслом Бога совершая все в мире согласно своей воле и своим целям паул здесь еще раз говорит опять-таки в нем мы наследники уже сейчас мы об этом говорили уже но мы здесь еще больше открываем это был замысел Бога чтобы мы стали его наследниками и это было его целью сделать нас своими наследниками вы понимаете насколько важно знать кто я есть просто наш пример еще раз школа детская школа маленький ребеночек первый класс представьте себе ребенка который просто его родители ну бедные который идет каждый день в эту школу и представьте себе ребенка которому принадлежит весь мир и он приходит опять таки в этот первый класс как вы думаете вы заметите разницу в этих двух ребенках пусть они будут полностью одинаково одеты вы заметите в них разницу заметите у них поведение будет совсем другое это будет полностью два разных человека то поэтому я задаю тебе вопрос почему ты ведешь себя в твоей жизни как оборванец принадлежащий царю царей почему ты не говоришь людям другим кто ты на самом деле есть почему ты не действуешь так как тебе надо действовать И Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившись с Иисусом Христом, в небесах. Тем самым Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к нам через Иисуса Христа. И Бог воскресил нас вместе со Христом. И Бог воскресил нас вместе со Иисусом Христом. И Бог воскресил нас вместе со Иисусом Христом. Родные, это так важно понять. Это опять таким, опять ворачиваемся к ребенку. Этот ребенок бедный, представьте себе, к нему приходит этот царь, этот владыка всего мира. И говорит, я воскресаю тебя. Вы понимаете, что у него произойдет внутри? Даже может тот, который всегда ему принадлежал, это не так заметит, как тот, который вдруг все получает. Родные, Сатана просто хочет тебе показать, что ты сегодня ничто и никто. Но Библия говорит, что ты воскресен вместе с Иисусом Христом. И дальше здесь написано, и посадил нас, объединившись с Иисусом Христом, в небесах. Люди говорят, что будет, когда придет чипирование? Что будет, если вдруг меня нечаянно чипирует? А я говорю, а вот видишь, первый страх. А я говорю, а мне по фонарю. Вы понимаете, родные? Потому что я смотрю в Библию, а не в то, что мне говорят. А Библия мне говорит, Вальтер, Бог посадил тебя в небесах. И здесь еще дальше. Здесь написано, объединившись с Иисусом Христом. И я смотрю не на то, что другие говорят, в чем они мне, что они мне, что они говорят, но я смотрю в Библию, и там стоит, что... Вальтер, ты был в небесах, или Леонид, ты был в небесах. И там еще раз, verbunden с Иисусом Христом. И понимаете, родные, что здесь еще интересно, когда мы смотрим, это слово объединился. Вы понимаете, что такое, если что-то вдруг в одно спрессовано? Там ты уже это не разделишь. Вы сможете желток от белка отделить, если вы их взбили. Там ничего у вас не выйдет. Понимаете, и здесь именно это говорится. В одно соединились со Христом. Кто нас каким Чипом отделит от нашего Отца? Кто нас каким Чипом отделит от нашего Отца? Итак, родные, следующий момент, седьмой стих. Что же Бог теперь хочет с нами, посадив нас на небесах? Он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство Своей благодати к нам. Вы представляете себе Отца? Кто просто хочет не просто дает, а просто ищет каждого момента, чтобы тебя обогатить? Könnt ihr euch einen Vater vorstellen, der nicht nur möchte, sondern wirklich danach sucht, nach Momenten sucht, in denen er dich bereichern kann? У меня, у моих ребят нарос такое желание на проект. Bei meinen Jungs ist so ein Feuer entwacht für irgendein Projekt. Они просто говорят, пап, давай мы это сделаем. Und sie sagen, komm, папа, lass uns das machen. И я говорю, хорошо, с удовольствием, ребята. Und ich sage, ja, okay, komm, gerne. Но сейчас финансы не позволяют. Aber im Moment lassen uns die Finanzen nicht zu. Итак, я хочу, но мы должны подождать. Und so, ich möchte, aber wir müssen warten. Aber stellt euch vor, ein Vater, у которого нет Grenzen, der gar keine Grenzen hat, und er möchte, und er möchte, er möchte, er möchte, er möchte, er möchte, jede einzelne Sekunde, er möchte dich jede einzelne Sekunde segnen. Und jetzt, stellt euch uns als irgendeine Sekunde, Memmen, которые ничего, у которых нет никаких идей, но которые всегда психуют на своего Отца. Wir, die gar keine Ideen haben, aber immer meckern auf unseren Vater. Почему мы это делаем? Потому что мы не знаем, мы не знаем, кто является нашим Отцом. Weil wir nicht wissen, wer unser Vater eigentlich ist. Und wir wissen nicht, wer wir eigentlich sind. Wir denken nicht daran, dass wir seine Kinder sind. Und genau damit beweisen wir, dass wir nicht wissen, wer wir sind. Weil wenn wir wissen würden, wer wir sind, unser Handeln anders sein würde. Und so sagen wir einfach als christliche lüge, ja, ich bin ein Kind Gottes, Amen. Aber wenn dann die wichtigen Fragen und wichtigen Momenten in unserem Leben kommen, dann sind wir so gut Kinder Gottes. Und dann fangen wir an zu schreien, wo bist du Gott, warum hast du uns verlassen? Und Gott sagt, aber fünf Jahre zuvor wollte ich dir beibringen, wie du in dieser Situation heute handeln solltest. Aber du warst faul und wolltest nicht lernen. Und ihr lieben, wir haben heute einen Moment zum lernen. Und wir jetzt узнали, we являемся. Wir являемся наследниками und управителями und духовным начальством auf der Erde. Und so wissen wir jetzt, wer wir sind. Wir sind das Leib Christi. Ach, no, warte mal. Punkt 1. Wir sind Erben, Verwalter und die geistliche Regierung auf der Erde. Der nächste Moment, den wir noch anschauen wollen. Wir являемся телом Christi auf der Erde. Und jetzt stelle ich euch eine Frage, die wir nächsten Sonntag klären werden. Wie hat Jesus gewirkt auf der Erde? Wir sind heute sein Leib, ihr Lieben. Wir sind diejenige, in denen Jesus Christus sich heute bewegt. Ich kann mit vollem Recht heute, wenn ich auf Walter schaue, sagen Jesus Christus. Wir verstehen, ihr lieben. Aber wenn ich das sage, dann muss ich diese Handlung auch sehen. Und wir schauen, wie Jesus Christus gewirkt hat. ist. Warum? Weil heute jeder von uns Jesus Christus ist. Die Bibel spricht davon. Römer, 12, 5, 5. So sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Das sind wir einfach Bratia und Sästere. Ja, wir sind einfach Brüder und Schwestern. Nein. Du bist heute ein Teil Jesu. подумaj чуть-чуть ein bisschen weiter. Du bist nicht einfach nur Bruder oder Schwestern. Du bist heute ein Teil des Körpers. Du bist der Körper Jesu. nicht einfach nur Brüder oder Schwestern. Понимаете, родные? Versteht ihr das? Und lasst uns Epheser Kapitel 1 anschauen. 22, 23 Verset 22 bis 23 Alles hat Gott ihm unterworfen. Ihn aber, den Herrn über alles, gab er der Gemeinde zum Haupt. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Veränderung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Oh man, родные, ihr Lieben, какая глубina. Was für eine Tiefe. Das können wir durchkauen und durchkauen. Allein diese eine Stelle, was für eine Schönheit. Gott hat ihm alles unterworfen. Er hat alles unter seine Füße gestellt. Er hat ihn zum Herrscher von allem gemacht. Только одного ему еще nicht хватает, чтобы hier in unserem город взорвалась Bombe. Und этого Satana боится самое больше. Er hat Angst davor, dass er живet в тебе. Чтобы ты наконец понял, что ты являешься Иисусом Христом и что он без тебя делать ничего не может. И поэтому он так спокойно обманул нас всех. Он сделал нас такими religиозными, Бог все может. Er hat uns zu solchen religiösen Menschen gemacht, die sagen, Gott kann alles. Und wir warten auf diesen Gott, der alles tun kann. Aber Gott wartet darauf, bis wir erlauben, dass er durch uns wirken kann. Wenn du wstest und sagst, du wstest, du wstest, wstest, du wstest, 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 du wstest, du wstest, und so versuchst du irgendwie aufzustehen, karabka es, пока du podnimmst das телo, und du quälst dich ab, bis du diesen Körper aufstehst. Dein Geist möchte handeln, möchte handeln, aber dein Leib unterwirft sich dir nicht. Jesus möchte heute in deinem Leben wirken, aber wenn du dich ihm nicht unterwirfst, dann wird es nicht funktionieren. Wir müssen verstehen, dass wir der Leib Jesu Christi sind. Und jetzt der letzte Punkt für heute. Wir bestimmen unsere Zukunft. Mit unserem Verständnis heute bestimmen wir unsere Zukunft. Ich смотрю на Christen первых wäckов. Они очень хорошо все понимали. И они все сделали для того, чтобы это слово дошло до нас. Und sie haben alles dafür getan, dass dieses Wort zu uns kommt. Они разрешали Iisus действуют in ich жизни. Понимаете, wir сегодня als люди в основном говорим, какие следы оставишь ты за тобой. Und wir als Menschen sagen normalerweise heutzutage, ja, welchen Fußabdruck hinterlässt du dieser Welt. Вы знаете, сегодня надо смотреть не назад, а смотреть наперед. Потому что я должен иметь цель что-то достигнуть, а не цель смотреть назад. То, что сделали первые христиане, они в первых веках разбили полностью царство сатаны настолько сильно, что сегодня законы государств строятся на Библии. Но сегодняшние христиане такие слабые, что законы переписываются на законы дьявола. И кто в этом виноват, родные? Мы. Потому что мы поверили обманам сатаны. Мы опутались в религии. Мы верим в то, что мы ничего не можем. А в это время его рабы работают и делают на кексах Орео свои отпечатки. А мы эти кексы кушаем, потому что они такие сладкие. и так, родные, от нас зависит много. Давайте мы посмотрим последнее место. Ефесянам 6 глава, 11 и 12 стих. Наденьте на себя все вооружения, которые вам дал Бог, чтобы вы могли устоять перед поисками дьявола, потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. Павел здесь дает вызов. Он говорит, не будь лентяем. Одень твое оружие. Когда ты оденешь твое оружие, когда ты будешь втягивать следующую программу телевизора, когда ты будешь читать следующие новости о короне, когда ты будешь следующую программу фернзе anschaust или когда ты будешь читать Слово Бога, которое будет говорить и объяснять тебе, кто ты есть, которое будет показывать тебе, кто я есть, кто Бог есть, которое будет показывать тебе его силу. И поэтому Павел говорит, одень это оружие. Он напоминает нам, говорит, ты живешь на небе, но твоя война идет против духов злобы на небесах. Понимаете, родные, как это важно сегодня нам знать. Мы сегодня в Духе Святом выше чем люди, которые живут земной жизнью. Но мы должны сегодня представить наши тела. Римлян говорит, как жертву живую. Это не для того, для понятия, что мы должны всем пожертвовать, родные. damit verstehen wir nicht, dass wir alles opfern sollen. Что мы должны жить бедной жизнью. Что мы должны быть забитыми, смиренными. Dass wir verschlossen sein müssen. Демütig. Демütig sein. Нет, мы должны стать жертвой живой, для того, чтобы Иисус мог действовать через нас. Нет, мы должны быть lebendiges opfer sein, damit Иисус durch uns handeln kann. А это обозначает, Иисус говорит тебе, стань мой родной, я хочу с тобой сегодня поговорить. Я говорю, Дух святой рассказывай, я готов писать, я готов слушать. Дух святой говорит тебе, иди туда, я хочу там действовать. А я говорю, я встаю и иду. Павел пишет кремле, он тоже, я не стал советоваться с плотью и кровью. Но я взял и пошел. Я не с кремле и с кремле и кремле и идти. стою и , что ты сегодня действовал. Это является жертвой. Мы ждем, пока пока Бог начнет что-то делать, а Бог ждет, когда ты начнешь делать то, что Он хочет делать. Он тебе дал свою гарантию. У тебя все получится. Ты сидишь сегодня в самых прекрасных положениях. Он будет все подгинать под тебя. Он будет давать тебе успех во всем. Тебе надо только одно. Стать послушным Его голосом. Но для этого ты просто должен узнать сперва себя. Я надеюсь, что мы сегодня чуть-чуть больше узнали о нас. А в следующее воскресенье мы узнаем, как нам надо действовать. Потому что мы посмотрим на Иисуса. Как Он действовал в теле. И это является нашим примером. Аминь, родные. Мы готовы к переменам. Давайте мы сделаем так. Кто готов, тот может вставать и говорить, я готов. А кто не готов, у вас есть просто свободная воля подумать. Кто готов, кто готов, и скажи, я готов. И кто не готов. Ты можешь думать, как думать. Хорошо, родные. Давайте мы просто закручиваем это молитвой. и это с Гебетом.